В сегодняшнем эфире модели для сборки на Радиоэнергия звучит рассказ Дэвида Марусика «Знаю я вас». Соответственно, перевел его с английского на русский замечательный переводчик, а точнее даже переводчица Светлана Силакова. В 2019 году АПГ, Ассоциация прикладного гуманизма, предлагающая работодателям высококвалифицированных специалистов самых разных профессий, завершило строительство первой из жилых башен, призванных решить вопрос с расселением неуклонно растущих людских ресурсов Ассоциации. Со стороны АПГЖБ-1 напоминает гигантское трехкилометровое высоте яйцо в фарфоровой рюмочке. Оно возвышается над лиловыми псевдосоевыми полями Северной Индианы, и его отлично видно как из Чикаго, так и из Индианаполиса. Поговаривают, что жилой комплекс АПГ создает вокруг себя гравитационное поле, а именно, если вас вышвырнут с работы, то вы не свалитесь на дно общества, но все еще судорожно сжимая в руках шляпу, портфель, фондовые опционы и график зависимости будущей пенсии от стажа, полетите куда-то вбок, на тот конец страны. АПГЖБ-1. Лето 2062 года. Заранно сидела в отдельном вагоне текучки, летящем под канзасскими равнинами со скоростью тысячи километров в час, смотрела видеофильм и хрустела солеными крендельками. Всего четыре часа назад в Сан-Франциско она дала своему дому последние инструкции и перевела его в режим отпуск. Затем швырнула в чемодан вечернее платье, купальник и махровое плотенце. Неохотно сняла с себя гонщика, так звался личный эскин, выполненный в виде пояса, и повесила в шкаф, торжественно поклявшись при этом, что ровно три недели не будет заниматься ничем, даже отдаленно напоминающим работу. Планы у нее были следующие. Навестить сестру в Индиане, выбрать новую шляпку в Бухаресте, поваляться на пляже на Лазурном берегу и ничего кроме. Однако уже в следующую секунду Зарана нарушила клятву, решив взять с собой Жучка, модуль, выданный ей для пета-тестирования. «Где вы родились?» – спросил Жучок песклявым голоском. Созерцая очередной кренделек, перед тем, как положить в рот, Зарана лениво задумалась, почему некоторые вопросы Жучок задает по много раз к ряду. Очевидно, дело в его алгоритме импринтинга. «Запиши блокнот», – распорядилась она. «Утомительные повторы». «Записал», – отозвался Жучок. «Где вы родились?» «А ты как думаешь?» «Буффало, штат Нью-Йорк», – отрапортовал Жучок. «Отлично». «Дата рождения?» Зарана вздохнула. «12 августа 1961 года. Вот что, Жучок, почему бы тебе не взять эту информацию из общественных архивов?» «Вам нравится тембр голоса Жучка?» – спросила машина. «Может быть, вам по вкусу более высокий или более низкий?» Вопрос повторился несколько раз – тенором, баритоном и басом. «Жучок, я тебе напрямик скажу. Меня твой голос бесит в любом варианте». «Какой ваш любимый цвет?» «Никакой. Вчера вашим любимым цветом был нежно-розовый». «Ну хорошо, а сегодня клюквенно-красный». Миниатюрный зануду временно заткнулся, подключая и сопоставляя библиотеки цветовых оттенков. Заранно попыталась вернуться к просмотру фильма, но обнаружила, что совершенно запуталась в сюжете. «Вам звонят!» – оповестил Жучок. «Тед Чемберс из «Дженерал Гениус».» Заранно встрепенулась, пригладила рукой волосы. «Включи!» В воздухе перед ней повисло миниатюрное трехмерное изображение Теда, сидящего, закинув ноги на стол. Тед был весьма хорош собой, и Заранно во время от времени посещало желание пригласить его куда-нибудь, но ей никак не удавалось перехватить его в момент междубрачия. К тому времени, когда ее ушей достигала весть о его разрыве с очередной пассией, Тед уже успевал влюбиться вновь. Из-за этих фиаско Заранно уже начинала сомневаться в своих профессиональных качествах, хотя весь мир знал ее как блестящего следователя. Заранно даже подумывала приставить к Теду гонщика, дабы вычислить идеальный момент для атаки. Увидев ее, Тед с улыбкой спросил. «Привет, Зо, как ты там, малыш?» «Агра!» «Привет, Зо, как там, малыш?» «С ума меня сводит!» — выпалила Заранно. «Скажи-ка, Тед, когда должны кончиться эти инквизиторские допросы?» Тед спустил ноги на пол. «А что, импринтинг все еще тянется?» «Сколько у тебя новой эскин?» Покосившись на дисплей, Тед сам ответил на свой вопрос. «22 дня! Рекорд!» Скачив, он начал расхаживать из угла в угол, периодически скрываясь за границами кадра. «Тед, я серьезно!» — продолжала Заранно. «Некоторые мужья и то меньше со мной прожили». Тед плюхнулся в кресло. «Мне очень жаль, что мы не можем продолжать испытания, но, увы, их решено отменить. Пожалуйста, верни нам модуль». Он вновь покосился на дисплей. «Верни жучка как можно скорее». «Почему?» «Что случилось?» «Просто они хотят его чуток подшлифовать». Тед растянул губы в своей первоклассной дежурной улыбке. Заранно покачал их головой. «Тед, такие масштабные полевые испытания без причины не отменяют». Тед пожал плечами. «Я тоже так думал, но мое дело сторона». «Ну как, можешь вернуть его сегодня?» «На тот случай, если ты вдруг не заметил», — процедила Заранно. «Сейчас я нахожусь в трансконтинентальном вагоне текучки, которым управляет жучок». «Гонщика я оставил и дома. Отдать жучка я смогу не раньше, чем через три недели». «Это нас не устраивает, Зо», — проговорил Тед, нахмурившись. «Но послушай, Дженерал Гениус пришлет тебе абсолютно бесплатно модель «Дипломат Люкс» с инсталлированным транспортным и телекоммуникационным софтом. Зверь, а не машина. Где ты будешь сегодня вечером?» «Что-то тут было нечисто». «Дипломат» — флагманская модель концерна был не по карману даже заранее. «Я буду в АПГЖБ-24», — сообщила она Теду, и когда тот выгнал бровь, пояснила. «Там живет моя сестра». АПГЖБ-24. Заметано. «Послушай-ка, Тед, не надо темнить. Если не хочешь, чтобы я рылась в вашем грязном белье, лучше скажи все на чистоту». «Поклянешься, что это останется между нами». «Как бы не так, я угробил на твои испытания 22 дня, и теперь все, коту под хвост». «А что, если в дополнение к бесплатному поясу мы заключим с тобой тот же контракт на следующее испытание?» «Станешь нашим штатным журналистом». «По рукам?» Заранно передернуло плечами. Тед вновь закинул ноги на стол. «Зо, тут головы с плеч летят. В отделе разработки крупный скандал, нам грозят судом. Мы уже начали сомневаться в самой идее и снабжении сервопоясов искусственными личностями. По крайней мере, этой искусственной личностью. Почему? Чем она плоха? Слишком напористо, слишком назойливо, слишком деспотично. Это чудовище нельзя было выпускать из лаборатории. Скажи спасибо, что жучок еще не созрел». Разумеется, Тед преувеличивал. С жучком хлопот не оберешься, тут заранно была согласна. Но чудовище. Однако ее радовала возможность отделаться от назойливого из кино, тем более в обмен на такой роскошный и утешительный приз, как пояс класса «Дипломат». Пересадив в обновку своего гончика, она наконец-то окажется в авангарде технического прогресса. «Когда я вернусь, будь добр рассказать мне все подробно, но пока давай считать, что мы договорились». Когда заранно отключила видеофон, жучок потребовал «Перечислите членов вашей семьи с указанием степени их родства». Вагон начал замедлять ход и заранно инстинктивно проверила, надежно ли пристегнуто к креслу. Все уже умерли. Осталось только Нэнси. Резко дернувшись, вагон влетел в отводную трубу, разобрался, где у него колеса, и затормозил. За окном засверкали огни. Вокзал номер 4. АПГ-ЖБ-24. Прочла заранно на стене тоннеля. Назовите любимый цвет Нэнси. Все, хватит. Больше никаких вопросов, жучок. Ты слышал, что сказал Тед? Тебя уволили. Пока я не отошлю тебя назад, давай сделаем вид, что ты просто тупой старинный серво-пояс. Ничего больше не спрашивай, понял? Так точно. Зашипели пневматические шлюзы, выравнивая давление. Вагон замер, распахнул двери. Заранно расстегнула ремни, достала из грузового отделения багаж. Немного замешкалась, проверяя, послушается ли ее жучок. Тот молчал. Выйдя из вагона, Заранно влилась в толпу приезжающих и отъезжающих. Обитатели домов АПГ обычно добирались на работу текучкой. Задрав голову, она взглянула вверх. Вокзал находился в обширном внутреннем дворе со всех сторон опоясанном стенами башни. 500 этажей, кишащие людьми магазины и рестораны, театры, сады, парки. Верхние уровни терялись в лучезарном тумане. Даже самой себе Заранно стыдилась признаться, что не знает, какой любимый цвет ее сестры и вообще ничего не может сказать о ее вкусах. Правда, напомнилось, что Нэнси обожает красивые панорамы. Кстати, АПГЖБ славится видом из окон. Вечернее солнце, отраженное, увеличенное гигантскими зеркалами на крыше, ползет по стенам центрального двора вверх. Закат задом наперед. Разбуженные его лучами начинают светиться биолюмы на перилах и стенах. По висячим пешеходным мостикам на головокружительной высоте беспрестанно снуют люди. Здание-мегаполис буквально вибрирует от гулы жизни. Когда Нэнси переехала сюда, она была учительницей начальной школы. Несмотря на высокую цену, она арендовала номер почти на самой верхушке башни, так высоко, что с вокзала ее этаж вообще не виден. Но после указа об отмене размножения, принятого в 2033 году, надобность в учителях отпала, и Нэнси пришлось перебраться ниже, где жилье было дешевле. Затем, когда официально разрешили коммерческое производство клонов, Нэнси упала сразу на несколько десятков этажей. В прошлый мой приезд, сказала Заранно Жучку, у Нэнси была мини-габаритка на 103-ем. Проверь по справочной. Нэнси живет на 40П. 40П? 40-й подземный этаж. На 35 уровней ниже вокзала. Не может быть. Заранно позволила волне пассажиров подхватить себя и повлечь к лифтам. Увы, время ее приезда совпало с часом пик, и теперь она была вынуждена тесниться в толпе усталых и голодных тружеников, отработавших смену. Все это были молодые люди, по большей части клоны, одетые в серо-бурую униформу АПГ. Ни серый, ни бурый не входили в число любимых цветов Заранно. Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия-ФМ». Как назло, весь ряд лифтов, предназначенных для подземных этажей, был отключен. Справочная посоветовала отправиться к лифтам 5-го вокзала, один километр на восток по пешеходным мостам, но Заранно и так уже слишком устала. «Жучок», — сказала она, указывая на лифты в соседнем ряду. «Они везут вниз?» «Да». «Отлично», — сказала она, и, работая локтями, пробилась в ближайший. Кабина была так набита людьми, что двери, взывая о милосердии и умоляя пассажиров встать потеснее, закрылись лишь с третьего захода. На дисплее высветились цифры. Номера, затребованных пассажирами этажей, выстроенные в порядке очередности остановок. Тут Заранно с ужасом поняла, что маршрут лифта определяется весьма демократично, в интересах большинства пассажиров. Но выходить было уже поздно. Ближайшая остановка — 63-й этаж. Затем 55-й, 203-й, 148-й и так далее. Ее этаж замыкал список. «Жучок! Это лифт Диксона!» — беззвучно проартикулировала она. Вскоре заранее стало чудиться, будто время ползет, как черепаха, и ее бесконечный день еще больше растягивается, всякий раз, когда лифт останавливается, чтобы выпустить или впустить пассажиров. На каждой остановке с появлением новичков список приоритетных этажей менялся, но 40П упрямо оставался в самом пласте. В башне имелось пять видов лифтов. «Диксоновский» отлично подходил группам людей, направляющихся на популярные этажи. Но из всех, кто находился в кабине, в подземелье хотела ехать одна заранно. Кроме того, от постоянного ускорения — 2,8 джек, как-никак, у заранной заныло под ложечкой. «Жучок», — проартикулировала она, — «слетай домой и отопри мои архивы. Достань файл под названием «аневризма головного мозга» и перекачай в мозг лифта. Мы им сейчас устроим демократию». «Этот файл просрочен», — вскоре произнес жучок ей на ухо через имплант, еще более усиливший сходство его голоса с комариным писком. «Я не могу снабжать общественный транспорт устаревшей информацией». «Так замени дату более поздней». «Это запрещено». «Тут я решаю, что запрещено, а что нет!» — вскричала заранно, и пассажиры с удивлением воззрелись на нее. «Структура, не дозволяющая задавать вопросов, ограничивает мою эффективность», — пожаловался жучок. Заранно вздохнула. «Что ты хочешь узнать? Следует ли мне перепрограммировать себя, чтобы я имел возможность отредактировать данный файл вышеупомянутым образом?» «Нет, жучок, некогда мне тебя перепрограммировать. Да я и не умею». «Следует ли мне самому перепрограммировать себя?» «Он что, и такое может?» «Тед, ничего об этом не говорил. Возможно, какую-то рабочую подпрограмму забыли удалить». «Да, жучок, действуй». На потолке замигала иконка «Инвалид». «Лифт теперь не летел с этажа на этаж, а полз». «Спасибо, жучок, так-то лучше». Из угла раздался раздраженный голос Джерри. «Не лифт, а ленивец». «Моя скорость не должна превышать пяти этажей в минуту», — ответил лифт. Джерри, поднявшись на цыпочки, оглядел попутчиков. «Ну», — спросил он, — «кто этот дохляк?» Каждый принялся разглядывать своих соседей. В кабине стояли Мишели, Дженни, пара Джеромов и еще с полдюжины других фенотипов. Вскоре все уставились на заранну. Она одна не была облачена в серобурую униформу. «Извините, ради бога», — произнесла она, прижав ладонь к виску. «У меня аневризма величиной с гриппфрут. Малейшее напряжение и...» «Лечиться надо», — ряпкнул Джерри под одобрительный гул толпы. «С удовольствием», — заулыбалась Заранна. «Одолжите двадцать три тысячи кредиток». Джерри хмыкнул и смерил Заранну оценивающим взглядом. «Милочка, если бы ты тратила на здоровье половину того, что на финтифлюшке бросаешь», — прошипел он. «У тебя бы этой проблемы не было, а?» Джерри заранее никогда не нравились. Да, еще мразь. И действительно, из всех коммерческих типов именно Джерри, клоунов, чаще всего приходилось забивать инватору, учитывая их повышенную социопатию. Зато там, где требовались цепные псы, они не знали себе равных. Основной контингент в десантных войсках протектората составляли именно Джерри. Этот, однако, служил охранником в оптовом торговом комплексе, о чем свидетельствовала нашивка «Гоним, не пускаем» на его серые кепки. «Ладно, куда едешь?» — спросил он. «К 40П», — услужливо сообщила она. Сверившись с дисплеем, пассажиры буквально взвыли. «С такой скоростью я до дома и за час не доеду», — заявил Джерри. «И еще раз извините», — защебетала Заранна, «но все нижние лифты на ремонте. Тем не менее, если все здесь согласятся сначала отвезти меня...» В лифте немедленно стало шумно. Пассажиры нашептывали что-то своим поясам или нажимали кнопки. «Правило отменяется», — объявил лифт. Но вместо того, чтобы направиться вниз, как предполагала Заранна, он остановился на ближайшем этаже и распахнул двери. Люди торопливо покинули кабину. Заранна мельком увидела роскошь 223-го этажа. Блеск хрусталя и стекла, высокие арочные своды коридоров. Вдали круговые дорожки с толпами бегунов и конькобежцев. Какая-то Евангелина, ласково и сочувственно взглянув на Заранну своими карими щенячьими глазами, прикоснулась к ее руке и выскользнула наружу. Однако Джерри остался в кабине и удержал своих спутников, двоих Иванов. «Пускай не думает, будто всех перемудрило», — заявил он. «Скоро матч начнется», — возразил один из Иванов. «Посмотрим его здесь», — отрезал Джерри. Иваны заранее нравились. Душевные люди, не то что Джерри. Правда, не всегда знаешь, чего от них ждать. Многозначительно переглянувшись, Иваны подхватили Джерри под руки и силком выволокли из лифта. Двери закрылись. Наконец-то, оставшись одна, Заранна с облегчением расправила плечи. «А теперь, жучок», — сказала она вслух, — «решение принято единогласно, так что удали файл моей инвалидности и заплати, сколько положено, чтобы спустить нас вниз без остановок». Отключив тормоз, лифт упал примерно на 260 этажей. Узаранной зазвенело в ушах. «Думаю, жучок, ты кое-что узнал», — сказала она, имея в виду разные типы лифтов. «Так точно», — отозвался жучок. «Я узнал, что аневризма головного мозга развелась у вас в календарном возрасте 52 лет, и что с того времени вы дважды омолаживали головной и спинной мозг. Я узнал, что средний биовозраст ваших органов — 35 лет. Старше всех — лимфатическая система 65 лет. Моложе всех — сердечно-сосудистая 25 лет». «Ты залез в мою медицинскую карту?» «Так точно». «Я тебе велел только один файл достать, а не все сразу». «Вы велели мне отпереть ваши архивы. Задача жучка — узнать вас поближе». «Что ты еще прочел?» Лифт плавно затормозил на 40p и открыл двери. «Я просмотрел ваши дневники и рабочие записи, собрание ваших статей, досье расследований, всю корреспонденцию, юридические документы, сведения о премиях и отзывах, несколько мультимедийных альбомов с выдержками из прессы, характеристики из учебных заведений. В данный момент исследуют ссылки на вас в публичной сети». Заранна была в шоке. Однако она понимала, что впустя она жучка в свои архивы раньше, он давно бы осуществил эту фазу импринтинга. Следуя указаниям жучка, она отправилась искать квартал Нэнси. На 40p коридоры были окрашены в унылые цвета и озарены резким светом искусственных ламп. Под землей биолюмы жить не могли. Ни прогулочных зон, ни парков, ни магазинов. Вентиляторы, снабжавшие этаж ледяным воздухом, не могли победить дух за кости. Оказавшись в коридоре Нэнси, заранно увидела, как одна из дверей открылась. Из нее вышли два человека и направились навстречу заранее. Они двигались, характерно подволакивая ноги, как люди, в конец запустившие свой организм, и были одеты в темную, поношенную одежду. Когда они прошли мимо заранны, та увидела, что они плачут. Слезы струями текли по их сморщенным щекам. С тревогой заранна отметила, что вышли они из квартиры ее сестры. «Ты уверен, что нам сюда?» спросила она, замешкавшись перед дверью с табличкой «40П-Г-6879». «Так точно», — отозвался жучок. Заранно поправила прическу и одернула юбку. «Дверь, сообщи, что я пришла». «Будет сделано», — отозвалась дверь и отъехала в сторону. На пороге, поддерживаемой алюминиевыми ходунками, стояла Нэнси. «Зо, милая!» — произнесла она, протягивая сестре одну руку, а другой цепляясь за косяк, чтобы не упасть. Перед тем, как обнять младшую сестру, Заранна на миг замялась, рассматривая ее. Нэнси вконец опустилась. Волосы поредели и посидели. В бледном лице не кровинки, а растолстела она минимум вдвое. Когда они поцеловались, Заранна заметила, что от сестры пахнет не только духами с ароматом лилий, но и чем-то кислым. «Вот уж сюрприз так сюрприз», — заговорила Нэнси. «Что же ты мне не сообщила, что приедешь?» «Я тебе сообщала несколько раз». «Правда?» «Ты звонила», — опечалилась Нэнси. «Я же ему говорила, что домкомб барахлит, а он не поверил». За спиной Нэнси возник респектабельный мужчина с огромной копной серебряных волос. «Кто это?» — вопросил он властным баритоном. Оглядел Заранну. «Полагаю, вы из зо», — провозгласил он. «Какое счастье!» Обойдя Нэнси, он крепко обнял Заранну и запечатлел на ее щеке пылкий поцелуй. Незнакомец был выше ее на голову. «Я Виктор. Виктор Вольт. Заходите, пожалуйста». «Ох, Нэнси, неужели твоя сестра так и будет стоять в коридоре?» И он увлек обеих женщин в квартиру. Заранна была готова увидеть небольшую комнату, но это была настоящая конура. А мебель? Заранна предполагала, что сестра обходится находками с помоек, но полная комната больничных коек? Заранне потребовалось несколько минут, чтобы осмыслить увиденное. В гостиной площадью 3 на 5 метров разместилось две дюжины кроватей. Половина на полу, а остальные перевернутые на потолке. Только тут Заранна поняла, что перед ней голограмма. Каждая кровать представляла собой отдельный кадр, транслируемый из другого места. Кадры чуть-чуть накладывались друг на друга, образуя своеобразные снежинки из шести кроватей. На них лежали тяжелобольные. Гостиная не была освещена. Только сквозь голограммы просачивался свет разномастных ламп. Настоящей мебели мало. Такие-то шкафчики и стулья, придвинутые вплотную к стене. В углу стоял обшарпанный туалетный столик, превращенный в алтарь неведомого святого. Несколько свечек выхватывали из сумрака старинное плоское изображение рослого босоногого мужчины, закутанного с головы до ног в широкую рясу. «Что здесь творится, Нэнси!» – воскликнула заранно. «Это моя работа!» – гордо произнесла сестра. «Прошу вас!» – сказал Виктор, учтиво выпроваживая обеих за перегородку. «Давайте поговорим на кухне. Вы уже обедали, Зо?» «Да, спасибо!» – ответила заранно. «Я поела в дороге». Ей пришлось пройти сквозь кровать, на которой корчился от боли неведомый мужчина. Иначе на кухню никак нельзя было попасть. «Извините!» – проронила она. Похоже, он привык к подобному обращению, так как просто закрыл глаза, пропуская ее. Кухня представляла собой всего лишь часть гостиной, отгороженную шкафами и стойкой. Там тоже не обошлось без койки, но лежавший на ней седой старик с разинутым ртом то ли спал, то ли находился в коме. «Думаю, Эдварду какое-то время будет не до нас», – проговорил Виктор. «Комп, сотри эту голограмму. Извините, Эдвард, но нам нужно место». Голограмма исчезла, и Виктор пригласил заранно сесть на табурет у стойки. «А хотите чаю?» «Может быть, капельку коньяка?» «Спасибо», – произнесла заранно, примастившись на табурет и искрестив ноги. «Чай – это прекрасно». Ее сестра, войдя в кухню, откинула сиденье ходунков и собиралась уже присесть, но тут из спальни донесся душераздирающий стон. «Нэнси!» – взывал голос, мужской или женский – неясно. «Нэнси! Вы мне очень нужны!» «Извини», – сказала Нэнси. «Я схожу с тобой», – заявила заранно. «Я схожу с тобой». «Я схожу с тобой». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я помощница в госпитале Зачем? Поразилась Заранна Я ведь посылала тебе деньги Мне это нужно Нэнси задрала голову к женщине Я здесь, миссис Хурли На что жалуетесь? Заранна принялась рассматривать голограммы Как и в гостиной, каждая кровать транслировалась отдельно В углу всех кадров виднелись эмблемы телекоммуникационной сети и счетчик За все это интерактивное эфирное время кто-то выкладывает неплохие денежки Разглядев Нэнси, женщина начала причитать Ой, Нэнси, спасибо, хоть вы меня не бросили Я лежу вся сырая, но они отказываются сменить белье, пока я не подпишу какое-то разрешение Какое разрешение? Зачем? Подписывать никак не пойму Милая, а разрешение у вас здесь? Поинтересовалась Нэнси Хорошо, покажите его мне И миссис Хурли дрожащими руками протянула Нэнси какой-то лист Комп, распорядилась Нэнси Скопируй этот документ и выведи На стене спальни возник огромный прямоугольник с текстом Миссис Хурли Это разрешение на то, чтобы санитары помогли вам покончить с собой Вы не обязаны его подписывать, если не хотите Женщина испуганно распахнула глаза А я хочу, Нэнси В дверях появился Виктор Нет, скричал он Ни в коем случае ничего не подписывайте Тсс, прошептала Нэнси Виктор вошел в спальню, проходя сквозь тела и кровать Не подписывайте себе смертный приговор, миссис Хурли Женщина, казалось, еще больше перепугалась Мы вернулись к древнеримскому строю Зычно объявил Виктор Слуги и хозяева Рабы и плутократы О, где ты, благословенный средний класс Как нам тебя сейчас не хватает? Виктор сурово произнесла Нэнси, указывая на дверь Затем кивнула заранее И ты тоже Идите выпейте чайку Я подойду попозже Заранно вышла вслед за Виктором на кухню Села у стойки, наблюдая, как он ставит на стол чашки и блюдца Сахарницу, блюда с псевдосоевыми лимонами Распаковывает и нарезает темно-коричневый кекс Очевидно, в этой кухне он находился не на правах гостей Что они сделали с твоей сестрой, эти мерзавцы, проговорил Виктор Какие мерзавцы? Что с ней сделали? Виктор налил в заварочный чайник кипяток Она буквально жила школой Школой? Не поверила своим ушам Заранно Вы говорите о том, что кончилось 30 лет назад Но это единственное дело, которое было ей в душе Ой, какая жалость! Саркастически протянула Заранно Нам всем пришлось расплатиться за долголетие Как преподавать в начальной школе, если детей больше не рожают? Значит, переучивайся Жизнь продолжается Достаточно стать членом такой вот организации Заранно взмахнула рукой, указывая на возвышающуюся наверху башню И пропитание до самой смерти гарантировано Единственное, что тебе не подадут на тарелке с голубой каемочкой, это долголетие Его придется зарабатывать самому А кто не может, тот просто никуда не годится, вот и все Сообразив, что в соседней комнате медленно угасают две дюжины именно таких неумех Заранно перешла наш опыт Неужели общество должно волочь этот балласт из столетия в столетие? Виктор, рассмеявшись, накрыл ее руку своей огромной лапой Я вижу, Зо, вы настоящий вольный стрелок Пиратка Если бы у всех была такая инициативность Такая неуемная жажда деятельности Но, увы, мы не таковы Мы жаждем простой, тихой жизни Поэтому весь день стрижем клиентам волосы Когда нам это надоедает, нас переучивают, обучают подрезать ногти Когда нам и это приедается, мы умираем Ибо чего у нас нет, так это рабских душ Прирожденные рабы среди людей нас драгоценная редкость Их следует ценить, холить или леять Как повезло нашим хозяевам, что они открыли клонирование Теперь им нужно всего лишь отыскать среди нас одного раболепного человека И выпустить в свет массовым тиражом А все остальные пусть убираются к черту Он убрал руку, чтобы налить чай И Заранно тут же почувствовал, что тоскует по его прикосновению Впрочем, у нас сегодня можно сказать праздник Хватит о мрачном взревелом Как замечательно, наконец-то, свести знакомство с нашей знаменитой зло Нэнси только о вас и говорит По ее словам, вы важная особа Идете в ногу со временем и преуспеваете Работаете следователем Он уставился на Заранну поверх чашки Я действительно занималась розыском пропавших без вести По поручению национальной полиции, сообщила Заранна Но забросила это занятие много лет назад После того, как мы всех нашли Всех нашли? Расхохотался Виктор, пристально глядя ей в лицо Затем, отвернувшись, перевел взгляд на Нэнси, которая делала обход в гостиной Ну а вы, мистер Воль, спросила Заранна На что вы живете? Что это еще за мистер? Я вам не мистер, а Виктор Мы с вами почти что родня Разумеется, я живу не на что, а ради чего Живу ради жизни А вот на хлеб я зарабатываю уроками бальных танцев Вы меня разыгрываете Зачем мне вас разыгрывать? Я преподаю вальс, фокстрот, ча-ча-ча И обхватив за талию воображаемую партнершу Он закачался в танце А также мерлец Но мой конек — кубинское тангол Удивительно, произнесла Заранна И это так популярно, что АПГ ввела в свой штат преподавателя танцев? Виктор театрально отшатнулся, изобразив на лице ужас Я не имею никакого отношения к АПГ Я такой же вольный стрелок, как и вы Понятно, протянула она и поднесла к губам чашку Как можно жить в башне и не иметь отношения к АПГ? Или они с Нэнси официально женаты? Все равно АПГ крайне прижимисто распоряжается жилой площадью в своих зданиях «Жучок!» — безмолвно проартикулировала она «Найди сведения о Викторе Воле в справочной башне» А вслух сказала «Ну и как, хорошо платят за уроки танцев?» «Отвратно!» — Виктор воздел руки к потолку Искусство — вообще дело недоходное Но есть вещи поважнее денег Впрочем, ваш намек мне понятен Кушать хочется всегда, так что я не брезгую и другими занятиями Например, консультирую джентльменов относительно содержимого их гардероба Это оплачивается лучше Джентльмены не любят появляться на публике без шика Перед мысленным взором Заранны возникла восхитительная картина Высокий элегантный Виктор в накрахмаленной белой рубашке И черном смокинге Порхающий по блестящему дубовому паркету Изящно поддерживая свою не менее элегантную партнершу Заранна даже могла бы образить на месте этой партнерши себя Но Нэнси... Справочная башня недоступна из-за перегрузки домкомпа Доложил Жучок Заранна удивилась Ее домашняя система легко могла бы поддерживать Три дюжины интерактивных голограмм Впрочем, судя по всему, на 40П люди жили как в доисторической пещере Нэнси прикатила на кухню кое-как, удерживая на раме ходунков Маленькую плоскую картонную коробку, которую тут же поставила на стол рядом с чайником Ох, Нэнси, Нэнси, укоризненно цокнул языком Виктор Что нам сказал автодок? Ничего не поднимать Присядь с нами, выпей чайку Еще минуточку, Виктор, там есть и другая коробка Давай помогу, сказал он и поднялся Заранна попробовала кекс Он был размокший, почти что кашей, слишком сладкий Со специями повар тоже переборщил Такие кексы покупал отец, вспомнила она В крохотной ловчонке на бульваре Подаревского в Чикаго Положив в рот еще кусочек, она принялась рассматривать картонку Нэнси То был бокс модели «Семейный архив», из которого при необходимости можно было выкачать воздух Но защелка этой коробки была не заперта, да и крышка чуть приоткрыта Заглянув внутрь, Заранна увидела пеструю коллекцию записных книжек Среди них нельзя было отыскать двух похожих И связку писем с яркими бумажными марками На верхнем конверте в графе «Адресат» было от руки написано «Пани Беати Смоленской» Так звали прабабушку Заранны Виктор плюхнул на стойку вторую коробку, а затем усадил Нэнси на кресло-шезлонг в гостиной «Нэнси!» – откликнула Заранна «Что это такое?» «Вот, сохранила, для тебя» – отозвалась сестра Заботливо укрыв Нэнси одеялом и обложив подушками, Виктор подал ей чай с кексом Заранна заглянула в большую коробку Сверху лежали рандофон и несколько сломанных белокубиков, но в основном картонка была наполнена реликвиями минувших столетий Не совсем антиквариат, просто обыденные, исцарапанные и облупленные вещицы Посеребренная солонка с медными проплешинами, оклеенные оружейными гильзами, дубовая дощечка, очевидно творение какого-то ребенка, четкие из вишневых косточек, трубка «Что это за мусор?» – слух спросила Заранна, уже догадавшись об ответе, ибо заметила пару терракотовых дроздов, принадлежавших ее матери Это было собрание предметов, которые в их семье считались фамильными реликвиями Очевидно, на Нэнси, самую младшую и добропорядочную из всех детей, была возложена задача хранителя Но почему сейчас она решила все отдать? Тоже ясно решила Заранна, глядя на полулежащую среди пациентов в госпитале сестру Виктор выговаривал Нэнси за то, что она отказывается носить противоварикозные чулки Отечные, покрытые лиловыми пятнами щиколотки Нэнси, походили на сардельки «Черт подери!» – подумала Заранна «Жучок!» – позвала она «Запроси медицинскую карту Нэнси Брим, девичья фамилия Смоленская, с паролями я помогу» «Сеть недоступна!» – доложил Жучок «Обойди домашний комп, подключись к общественному линку напрямую» «Общественный линк недоступен» «Чушь какая-то!» «Если из лифта подключиться можно, почему отсюда нельзя?» «Или это жилище заколдовано» Оглядевшись, Заранна попыталась понять, где в квартиру входит утилит кабель «Наверное, через санузел, там, где водопровод, ведь на кухне сервис панелей точно нет» Прошмыгнув сквозь кровати в гостиной, Заранна вошла в санузел и задвинула дверь Она оказалась в крохотном кафельном склепе, уставленном морскими раковинами и корзинками с ароматизированным мылом Нэнси пыталась создать атмосферу уюта Шкафчик-аптечка был отведен под мужские туалетные принадлежности Этот обманщик просто-напросто завесил сервис-панель полотенцем Хитрый замок панели был нейтрализован замысловатым приспособлением, к которому Заранна решила не прикасаться Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ» Виктор Воль вас пугает или возбуждает? — подал голос жучок Почему ты спрашиваешь, идиот? Когда он прикоснулся к вашей руке, уровень адреналина в крови резко повысился Что? Ты из-за моей биометрии теперь следишь? Моя задача узна... Знаю, отрезала Заранна Твоя задача узнать меня поближе, упрямый маленький пройдоха, вот ты кто! Отыскав в кармашке пояс ретранслятор для терминалов, она включила его в соответствующее гнездо на панели Готово, вот мы и с доступом Так точно, — отозвался жучок Автодок требует пароля медицинской карты Нэнси Отмени запрос, это подождет В справочной башне Виктор Воль не значится Так я и думала, — заметила Заранна Выведи протокол и компакт, а вместо экрана использую зеркало В зеркале появилась коммерческая страница дом-компа Нэнси Просмотрев несколько меню, Заранна не обнаружила ничего необычного, кроме записи о том, Что полдюжины сообщений, которые она послала Нэнси, были просмотрены, но остались без ответа Жучок, здесь что-то нечисто Это не стандартные протоколы пользователя, — объявил жучок Стандартные заблокированы Все домашние кабели идут в обход встроенного дом-компа и выводят на фальшивый дом-комп Фальшивый? — переспросила Заранна Так, уже интересно Сервис-панель выглядела довольно-таки невинно Не тебе лишних проводов, отходящих в бок неоптических ретрансляторов Процессор можешь найти? Он находится в полуметре от вас, справа, на уровне вашего бедра И действительно, под раковиной обнаружилось дешевенькое устройство в форме блюдца Наверное, в тебе живет душа инженера-электрончика, — прокомментировала Заранна Я бы в жизни не смогла добиться от гончика того, что ты сейчас сделал Ладно, расскажи мне о голотрансляциях в комнатах В фальшивом дом-компе базируется частная сеть связи, именуемая Госпиталь Камилла Лилийского Я усматриваю незаконное использование 203-го канала ТСН Круглосуточный футбольный канал Заранна была восхищена На свою левую телекоммуникационную сеть Виктор, кто же еще как не Виктор, ни гроша не тратил Если не считать абонентской платы за прием одного единственного коммерческого канала Счетчики, на которые Заранна обратила внимание, показывали не расходы ее сестры А суммы гонораров, которые Виктор брал со своих больных клиентов Жучок, ты можешь вычислить, сколько Госпиталь Камилла зарабатывает в среднем за день? 45 кредитов в день Не густо В два раза больше зарплаты парикмахера или учителя танцев Риск явно не оправдывался На что идут доходы? Я не располагаю субрутиной для отслеживания финансовых операций Проклятье, подумала Заранна, зря с собой гонщика не взяла Можешь сказать, на кого зарегистрирован госпиталь? На госпожу Нэнси Брим Чего и следовало ожидать, протянула Заранна, вынимая ретранслятор из гнезда Если афера раскроется, отдуваться придется ее сестре Вначале Заранна решила по душам поговорить с Виктором Но выйдя из санузла, услышала, как он невинно распевает на кухне песенки из видеофильмов И отказалась от своего намерения Покосившись на кровать Нэнси, она задумалась Каково делить такое узкое ложе с плечистым мужчиной? И решила повнимательнее разобраться в деле, прежде чем разоблачать Виктора Жучок, попробуй-ка скачать и проинсталлировать следящие рутины гонщика Из моей библиотеки прикладных систем Виктор стоял у кухонной раковины, мыл посуду В гостиной тихонько похрапывала Нэнси Точнее, это был не храп, а какая-то дребезжащая одышка Симптом застойных явлений в легких Губы у Нэнси были синеватые, кислородное голодание Почти как у их матери за день до смерти вспомнила заранно У матери было кровоизлияние в мозг, слабые стенки артерий Вот наша подлинная семейная реликвия, подумалось заранее Она прожила еще некоторое время полубезумная, ослабшая, жалкая Мать не выпускала из рук короткой бамбуковой трости с обломанным кончиком Обломанным кончиком она чесала спину и ноги Ровным набирала номера на старинном дисковом телефоне А еще махала тростью, бичуя свою злую судьбу Самая младшая из детей Нэнси училась тогда в педагогическом колледже Но взяла академический отпуск, чтобы ухаживать за матерью Заранна старшая уже работала на западном побережье Она умудрилась не появляться дома, пока мать не впала в кому Теперь же, спустя многие годы, Заранну мучила совесть За то, что она оставила мать в беде На потолке кто-то зашелся в припадки кашля Заранна обратила внимание, что большинство больных пристально глядело на нее Кто с открытой враждебностью, кто просто с досадой Очевидно, они ревновали Нэнси к ней Нэнси перестала храпеть и открыла глаза Сестры молча переглянулись Виктор стоял у раковины, вытирая руки полотенцем и тоже смотрел в их сторону Я сейчас же закажу номер в клинике Стронмейера в Козумеле Произнесла наконец Заранна И ты поедешь со мной Виктор, сказала Нэнси, игнорируя сестру Сходи к Джефферсонам, милый Попроси у них раскладушку Держась за ходунки, Нэнси поднялась на ноги Пожалуйста, извини меня, Зо, но сейчас мне нужно поспать Она укатила в спальню и закрыла за собой дверь Виктор повесил полотенце на крючок Сейчас принесу раскладушку, объявил он Не беспокойтесь, сказала Заранна Для нее привыкший к времени западного побережья час был еще ранний Кроме того, она не намеревалась ночевать в одной комнате с умирающими Я закажу по компу гостиничный номер наверху Позвольте мне, галантно предложил Виктор и отдал нужные команды Он проводил Заранну в Холиде и Инн на 400 этаже Чтобы попасть туда, им пришлось трижды пересаживаться с лифта на лифт Они шли в молчании по передорам, усланным мягкими коврами Остановившись перед дверью ее номера, Виктор взял Заранну за руку Как и в первый раз, она ощутила упоительный страх «Зо!» — произнес он «Милости просим к нам завтра на торжественный завтрак Вы любите бельгийские вафли?» «О, я не хочу вас обременять Я сама была бы очень рада пригласить вас обоих сюда в ресторан» «Отличная мысль!» — сказал Виктор «Но ваша сестра отказывается выходить из квартиры» «Трудно поверить, Нэнси никогда не была домоседкой» «Люди меняются», — заметил Виктор Она говорит, что не покидала башню с тех пор, как ездила на похороны вашего брата Майкла «Целых семь лет?» Как видите, у нее глубокая депрессия «Хорошо, что вы приехали» Виктор слегка пожал ее руку и выпустил «И так до утра» Обращался он и, на свистывая, удалился по коридору Заранна провожала его взглядом, пока Виктор не завернул за угол Войдя в свой облицованный мрамором гостиничный номер с высоким, как в церкви, сводчатым потолком Заранна вдохнула свежий ароматный воздух И словно бы вернулась из кошмара в реальность С четырехсотого этажа открывалась божественная панорама Луну, казалось, можно было достать рукой Внизу расстилались поля и холмы, словно зеленые одеяла на великанской кровати «Добро пожаловать, госпожа», — произнесла комната «От имени персонала Holiday Inn благодарю вас за то, что вы выбрали нашу гостиницу Непременно сообщите, если вам что-либо потребуется Спасибо», — сказала Заранна «Кстати», — продолжала комната «Вам посылка, сейчас ее принесут» Через несколько минут в дверь постучал долговязый Джон с пакетом из General Genius «Жучок», — распорядилась Заранна, «дай ему на чай» Раскланившись, Джон удалился В посылке был подарочный сервопоезд «Дипломат Люкс» Дэд превзошел сам себя К сервосистеме ценой в месячный доход Заранны он приложил бесплатный футляр Тоненький пояс от Гуччи «Ну что ж, пора прощаться», — произнесла Заранна и направилась к люку почтопровода На ходу расстегивая свой собственный пояс «Жаль, жучок, жаль» «Только-только мне с тобой стало интересно» Заранна начала искать на поясе отсек, где хранилась мнемоплата Ее надо было непременно уничтожить «Жучок знал о хозяйке слишком много» «Все равно для задач Тета важнее процессоры» «Я так надеялась, что ты созреешь», — проговорила она «Ужасно хочется познакомиться со страшным серым волком, которым ты якобы должен обернуться» Отвинчивая панель, за которой находилась мнемоплата, она вдруг услышала из ванной шум воды «Что такое?» «Сервопояс по имени Жучок попросил меня приготовить вам ванну», — пояснила комната Войдя в просторное помещение, Заранна увидела, что из кранов льется клюквенно-красная вода Полотенца тоже были клюквенно-красные, а халат — нежно-розового оттенка «Ну-ну», — пробурчала Заранна «Жучок хочет меня умаслить, чтобы прожить подольше» Раздевшись, она погрузилась в теплую воду И, выключив свет, качалась на волнах около часа, лениво размышляя о сегодняшних встречах Ей хотелось с кем-нибудь посоветоваться насчет сестры С Виктором она как-нибудь справится сама Подумаешь, мошенник и бояшка, видали мы таких? Его Заранна могла раздавить одним пальцем Но проблемы сестры ей не по силам Мир чувств всегда был для Заранны темным лесом А тут депрессия, если это действительно депрессия С кем бы проконсультироваться? Мысленно перебрав всех своих знакомых Заранна заключила, что никому из них ей обращаться не хочется Говоря по чести, страшно им довериться Утром Заранна вновь была решила отослать Жучка в компанию Но обнаружила, что за ночь он переделал субрутины гонщика под свою собственную архитектуру Весьма полезные для сервопояса дрования И прошел по следу денег госпиталя Но вернулся с пустыми руками Доходы госпиталя Камилла Лилийского поступали на шифрованный счет в Либерии Который не смог бы взломать даже сам гонщик Сейчас ей требовались отпечатки пальцев и прочие вещдоки А без помощи Жучка она их добыть не могла Поэтому Заранна черкнула Теду, что поддержит модуль еще день-два Чтобы поскорее спуститься под землю, Заранна раскошелилась на дорогой частный лифт «Жучок», — сказала она спеша по коридорам 40П Я хочу, чтобы ты проинсталлировал субрутины гонщика из категории юриспруденция Я уже проинсталлировал все прикладные программы из всех ваших библиотек Почему это меня не удивляет, а? Со вчерашнего дня в квартире Нэнси кое-что изменилось Джентльмен, сквозь чью кровать заранее пришлось пробираться, в прошлый раз исчез На его месте лежала скелетообразная женщина с красными и какими-то остекленевшими глазами Завтрак был бы хорош, если бы не напряженная атмосфера Заранна сидела у стойки, Нэнси в своем кресле Виктор взял на себя роль официанта и обслуживал обеих Хотя кофе и большая часть продуктов были псевдосоевыми Поварское искусство Виктора почти заставило Заранну поверить, что она ест настоящие пшеничные хлебцы, кленовый сироп и взбитые сливки Но Нэнси вообще не притрагивалась к завтраку, а Виктор слишком суетился Тем временем Заранна поручила Жучку снять с чашек и тарелок, которые подавал ей Виктор Отпечатки пальцев, сделать запись голоса и снимки сетчатки глаз В глаза Виктора вживлены Джейкобовы зеркала, препятствующие надлежащему сканированию сетчатки, доложил Жучок Заранна не удивилась Вполне возможно, что на кончиках пальцев Виктора есть эпи-подушки Благодаря техническому прогрессу анонимность теперь по карману даже мелким мошенникам Извинившись, Заранна удалилась в туалет, где выдернула из зубьев расчески несколько серебряных волос и убрала в пакетик для проб Она рассчитывала на то, что тщеславие не позволило Виктору засевать свою голову чужими волосами Выйдя, она обнаружила, что хозяева громко спорят Прошу тебя, милая, езжай с ней, умолял Виктор Полечись Что я буду без тебя делать? Перестань, Виктор Просто перестань и все Я не дам тебе умереть Заранна рассудила, что пришел момент удалить из квартиры Нэнси левую сеть связи, а из жизни сестры Виктора Войдя в гостиную, она заявила Я знаю, что он будет без тебя делать Найдет какую-нибудь другую дуру, чтобы ее обокрасть Но Нэнси, казалось, ничуть не удивилась Напротив, она словно бы обрадовалась, что разговор наконец-то перешел на эту тему Я давно этого ждала! Вскричала она с такой яростью, что все пациенты госпиталя обернулись к ней Это моя сестра, сообщила им Нэнси Моя сестра с белоснежной кожей, жемчужными зубами и шикарными нарядами От избытка чувств у Нэнси перехватило дыхание И вот моя сестра позавидовала, что у меня есть нежный друг Пожалела для него крошек Крошек, которые АПГ швыряет своим подземельем Теперь пациенты смотрели на Заранну, ожидая ее реплики Интересно, хоть кто-нибудь из них обладает достаточной ясностью рассудка, чтобы понять Перед ними разворачивается не сцена из мыльной оперы Решив тоже сыграть на публику, Заранна страстно произнесла Организм моей сестры отравлен болезнью У нее галлюцинации Тут дело не во мне Дело вот в этом человеке И Заранна ткнула пальцем в Виктора Мало того, что он втерся к ней в доверие и оккупировал квартиру Но как вы думаете, кого АПГ вышибет на улицу, если все вскроется? Мою сестру вот кого! Заранна сделала круг по комнате, обращаясь к пациентам Поочередно, точно прокурор к присяжным Ну а деньги? Да, в этом деле без денег не обошлось Два года назад я послала сестре 15 тысяч кредиток, чтобы она обновила почки 15 тысяч, тысяч кредитных знаков протектората Если бы кто-нибудь из вас получил от своей сестры 15 тысяч кредиток даже сейчас, когда вы лежите в общественных больницах Кто из вас отказался бы от таких денег? Больные нервно заворочались, шурша простынями И что же моя сестра? На кого она истратила деньги? На себя? Заранно театрально размашистым жестом указала на Нэнси в кресле Вы видите, что нет Так куда же исчезли эти деньги? Я вам скажу, да, скажу Насчет Виктора Воля в заграничном банке Теперь внимание больных переключилось на Виктора Ну и что, выпалила Нэнси Ты мне эти деньги подарила Они были мои Я их потратила на него Это мое право Ясно протянула Заранно, остановившись у кровати Чей обитатель, очевидно, только что отправился в мир иной Значит, моя сестра полноправный партнер в афере Виктора Афера? Какая афера, вскричала Нэнси Это у тебя галлюцинации, а не у меня Я работаю в настоящем госпитале Да, я знаю, проговорила Заранно, указывая на алтарь с изображением святого Госпиталь Камилла Лилийского Я навела справки А кто владеет этим почтенным заведением, ты знаешь? Заранно обернулась, обращаясь ко всей комнате Кто-нибудь из вас знает? Так вот Госпиталем владеешь ты, моя милая Нэнси Заранно помедлила, чтобы сестра успела переварить информацию А что это означает? Когда сюда ворвутся агенты национальной полиции, они придут за тобой, сестрица Ну а вы? Кто-нибудь из вас имеет представление, куда идут ваши взносы? Заранно остановилась перед Виктором Догадались? Аудитория кашляла и хрипела Нэнси испепеляла взглядом Виктора Он, наклонившись к креслу, попытался взять ее за руку Нэнси отпихнула Виктора, но тот положил голову к ней на колени Нэнси дернулась, точно на нее вспрыгнул дикий зверь, но вскоре успокаивающе погладила Виктора по голове рукой Очевидно, у него были расходы, произнесла она наконец А как же? Надо было все организовать И вообще, он это делал только для меня Потому что Виктор меня любит Он дал мне занятия, а иначе я бы давно умерла Пусть теперь меня посадят в тюрьму Пусть! Все равно я там долго не пробуду По сценарию Виктору полагалось бы заплакать, рожая слезами колени возлюбленной Он именно это и сделал Заранно ощутила разочарование, честно говоря, легкую брезгливость Оказывается, сестра вовсе не хочет, чтобы ее спасали Жучок позвала она Срочно созвонись с моим домкомпом и переадресуй Нэнси сообщение, которое я на него сейчас передам Только обязательно заблокируй ООН Тем временем Виктор осыпал поцелуями руки Нэнси Внезапно он вскинул голову Ага, подумала Заранно, ушной имплант И убежал в спальню Меня просят оставить сообщение, оповестил Жучок Я поеду в гостиницу, сказала Заранно Нэнси, направляясь к двери Поговорим позже Плотно задвинув за собой дверь квартиры, Заранно произнесла Жучок, ты ведь весь мой софт проинсталлировал, верно? Включая редактор голограмм Так точно Заранно огляделась Никого не видно И все же для студии она предпочла бы более укромное место, чем коридор на 40П Вот мои инструкции, Жучок Создай мне маску в реальном времени по модели Джерри, которого мы вчера видели в лифте Морфируй соответственным образом мою внешность и голос Одень меня в форму национальной полиции Нарисуй подходящий фон, кабинет там какой-нибудь И отобрази все гримасы полицейского, понял? Так точно По счету 5, 4, 3 Самодовольно скрестив руки и широко расставив ноги, Заранно с презрительной улыбкой заявила Нэнси Б. Смоленска-Брим Я сержант национальной полиции Мэнли, бляха номер 30316725 На основании предоставленных мне полномочий Объявляю вас арестованной за деятельность, подпадающую под кодекс протектората Статья 12.135А Об актах телекоммуникационного пиратства И статья 12.148Д О торговой деятельности без лицензии Номер ордера на арест 063-08-2043-716 Вы должны подтвердить получение данного сообщения сразу после его просмотра И явиться в реальном теле для заключения под стражу в полицейский участок номер 28 Города Индианаполис Завтра, не позднее 4 часов по стандартному времени Вы имеете право на адвоката Конец сообщения Всего хорошего За спиной заранно скрипнула, открываясь дверь Нэнси, держась за ходунки, вышла на порог «Что ты делаешь?» – спросила она Спустя мгновение гостиная опустела Кровати и больные испарились «Нет!» – скрипнула Нэнси «Отдай!» Из спальни появился Виктор, стуга набитый спортивной сумкой на плече Наклонившись, он прижал Нэнси к себе Таза рыдала «Рад был познакомиться с вами, Зо!» – сказал Виктор, обернувшись к заранне «Побереги силы и деньги!» – отрезала заранно «Когда мы в следующий раз увидимся, а мы увидимся, гарантирую Я принесу тебе счет, и ты его оплатишь» С грустной улыбкой Виктор Воль повернулся и ушел по коридору Какой там Бухарест, какой там лазурный берег Заранна прочно застряла в АПГЖБ-24 Изгнание Виктора в конец подорвало хрупкое здоровье Нэнси И что бы ни делала Заранна, что бы ни прописывал автодок, ничего не помогало Сначала Заранна пыталась выманить Нэнси из квартиры Разве не славно сменить обстановку, подышать свежим воздухом? Она взяла на прокат инвалидную коляску, чтобы отправить сестру наверх В какой-нибудь парк или дендрарий Приказав жучку разведать, нельзя ли при помощи коляски силой отвезти Нэнси в клинику Но с утра до ночи и с ночи до утра Нэнси лежала на своем кресле-шезлонге, отказываясь двигаться с места Тогда Заранна починила дом-комп И организовала через жучка прямые трансляции оперных и балетных спектаклей А также выступления фигуристов Но Нэнси все стерла и закрыла заранее доступ к системе Жучок легко мог бы взломать этот примитивный замок Но Заранна понимала, что это ни к чему не приведет И решила подойти к делу с другой стороны Купила в дорогих бутиках на верхушке башни ярких букетов из сухих цветов Габелленов ручной работы и прочих симпатичных безделушек Но Нэнси лишь молча развернула свое кресло И не реагируя на обновки Уставилась на свой крохотный алтарь с портретом святого Камилла Заранна приказала жучку заказать вкусные булочки и питательные супы Приготовленные из свежих овощей и нежной вырезки Но у Нэнси пропал аппетит Вскоре она вообще перестала есть и так ослабла, что впала в полузабытье Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ» Все это длилось неделю, пока автодок не сообщил Нэнси, что ей предоставлена койка в Блумингтонском госпитале штата Индиана Только после этого Заранна осознала, что смерть не сегодня-завтра отнимет у нее последнюю родственницу Чувствуя себя побежденной, она подошла к креслу Нэнси и прошептала «Не умирай, пожалуйста» Нэнси, упутанная одеялами и подушками, как королева мантии, приоткрыла глаза «Прошу тебя, Нэнси, поедем со мной в клинику» «Помолись обо мне» – выдохнула Нэнси Заранна покосилась на алтарь со старомодным изображением святого и пустыми подсвечниками «Тебе ведь нравилось работать в госпитале?» Сестра не ответила «А почему бы, правда, не устроиться в госпиталь?» – нервно предложила Заранна «Не вижу никаких препятствий» Нэнси пронзила сестру взглядом «Я и работала по-настоящему» Ободренная этим всплеском энергии, Заранна поддакнула «Да, ты работала по-настоящему» «Спорим, что на свете найдется десяток законных госпиталей, куда тебя с радостью примут на работу» Нэнси с тоской воззрилась на нарисованного святого «Поздно об этом думать» «Нет, это говоришь не ты, а твоя депрессия» «Когда ты снова будешь молодой и здоровый, ты иначе отнесешься к моему предложению» Нэнси скрылась в своей крепости из подушек «Прощай, сестра», — произнесла она, смежев веки «Помолись обо мне» «Ладно», — процедила Заранна «Отлично» Она повернулась на каблуках, но у двери, где стояли картонки с фамильными реликвиями, замешкалась «Потом пришлю кого-нибудь за ними», — рассудила она, хотя и не знала точно, нужен ли ей этот хлам Выйдя в коридор, она приказала «Жучок, вызвони консьержа отеля» Жучок не ответил «Жучок?» Заранна покосилась на пояс, проверяя, включен ли он «Позвольте представиться», — раздался мелодичный басовитый голос «Николас к вашим услугам» «Кто?» «А где же Жучок?» «Жучка больше не существует», — пояснил голос «Он успешно завершил импринтинг и создал персонифицированный интерфейс — меня, основанный на ваших личных вкусах» «Кто бы ты ни был, сейчас мне не досуг», — сказала Заранна «Брысь с линии» «Я связался с консьержем и договорился о транспортировке груза», — не унимался Николас «И забронировал вагон первого класса для вас и Нэнси» «Пункт назначения клиника в Козумеле» «Значит, Жучок наконец-то созрел и переродился» «Вот уж не вовремя, так не вовремя» «Ты что, Ник, не понял?» — спросила она «Нэнси никуда не едет» «Чепуха», — заявил Николас «Я вас знаю, наверное, уже припасли Джокера в рукаве» «Да, это уже не Жучок» «Ошибаешься, приятель, мой запас идеи исчерпан, теперь ее спасет только чудо» «Чудо? Ну, конечно же! Гениально!» «Зо, вы опять совершили невозможное!» «Сейчас организуем» Заранно, словно загипнотизированная, возвратилась в квартиру «Что-то хлопнуло, и в подсвечниках возникли длинные солидного вида свечи» «Сами собой начали загораться, одна за другой» «Нэнси тупо поглядела на алтарь и недоверчивыми глазами принялась буравить Заранну» «С чего ты взял, будто она клюнет на такую ерунду?» — проартикулировала Заранно «Но ведь это ваша идея, так?» Издалека донесся нежданный гром В комнате запахло розами И святой Камил Лилийский Выплыл из рамы, постепенно превращаясь из плоской, крокотной, выцветшей картинки В трехмерную фигуру в рост человека Вскоре посреди комнаты, попирая ногами беспокойно ерзающее грозовое облако Стоял самый настоящий, из крови и плоти, кряжистый мужчина Да, шоу было что надо Вот только Нэнси на него не реагировала Вместо этого она смотрела на Заранну «Учти, я твои дешевые фокусы насквозь вижу» — было написано в ее глазах «Ник, я тебя предупреждала», — проартикулировала Заранна Камил взглянул на Заранну И его лицо дрогнуло, на миг превратившись в черты ее матери Заранна увидела мать совсем молодой, лет двадцати Столько ей было, когда родилась Заранна Ошарашенная дочь чуть не подпрыгнула, когда мать улыбнулась ей благоговейной улыбкой Так, наверное, миллиарды матерей улыбались своему первому ребенку Встряхнув головой, Заранна отвернулась, чувствуя себя в ловушке Зато Нэнси, увидев реакцию Заранны, с интересом обернулась к святому Что предстало перед ее глазами, Заранна так и не узнала Но только Нэнси, тихо вскрикнув, сползла с кресла, чтобы встать на колени Неземной свет окутал Нэнси, в то время как в комнате заметно стемнело Святой и Нэнси, казалось, вступили в молчаливый диалог Спустя долгое время Камил указал на свой лоб Нэнси в ужасе обернулась к Заранне, а видение, съеживаясь, вознеслось и точно впиталось в потолок Свечи одна за другой погасли, а затем и вовсе исчезли из подсвечников Поднявшись на ноги, Нэнси заботливо отвела Заранну к шезлонгу и заставила прилечь Не двигайся, шептала она Вот я тебе подушечку подложу Она осторожно приподняла голову Заранны и подсунула ей под спину подушку Зо, ну почему ты мне не сказала? Нэнси пощупала лоб сестры А я-то думала, что ты вылечилась Заранна взяла руку сестры и приложила ее к своей щеке Теплая Более того, лицо Нэнси было теперь румяным, точно чудо вдохнуло в нее второе дыхание Я знаю, что вела себя глупо, произнесла Заранна Понимаешь, как-то закрутилась, перестала о себе заботиться Пожалуйста, отвези меня поскорее в клинику Конечно, заявила Нэнси, распрямившись и подтянула к себе ходунки Я мигом только соберу вещи Нэнси поспешила в спальню Ходунки она начала было толкать перед собой, но обнаружив, что они лишь мешают, отшвырнула Те со звоном укатились на кухню Прикрыв глаза, Заранна закрыла лицо руками Должна признать, жучок Ник, ты молодец Почему мне само это в голову не пришло? Действительно, почему? Раздался приятный бас Николаса Вы ведь не знаете себе равных в искусстве манипуляций людьми Как я должна это понимать? Открыв глаза, Заранна увидела миниатюрную голопроекцию Красавец в элегантной домашней куртке, сидящей под сенью могучего, живописного, искривленного дуба Он показался заранее до боли знакомым Его точно смонтировали из черт тех мужчин, которых она находила привлекательными Понимаете, это так Вы сами не знали, действительно ли хотите, чтобы Нэнси выжила, заявил микромущина Ты лжешь Она моя сестра, я ее люблю И потому навещаете ее часто-часто, дай бог, раз в 10 лет Какой же ты наглец, протянула Заранна Так вот, почему Тед сказал, что после созревания ты будешь настоящей сволочей Вероятно, отозвался Николас с рассеянной сочувствующей улыбкой Я не могу себя изменить Меня запрограммировали на то, чтобы я узнал вас и стал вашим слугой Я только что спас вашу сестру тем способом, которому научился именно от вас Когда она молодится, я устрою ее в какой-нибудь госпиталь Это даст вам некоторую передышку, пока она не выкинет очередной фортель Передышку? Через несколько лет все люди до клонического периода просто-напросто вымрут Останутся лишь самые преуспевающие, пояснил Николас В госпиталь уйдут в прошлое, вслед за начальными школами У вашей сестры просто дар выбирать обреченные профессии Прямо в точку подумалось заранее Полагаю, Виктора можно было бы вернуть, продолжал Николас Он сам не пропадет и ей пропасть не даст, ведь он ее любит Какая там любовь, скричала заранно? Он к ней просто присосался Ау, проснитесь, насмешливо позвал Николас Виктор аферист, но он ее любит, и вы это знаете Однако вами руководила самая настоящая ревность Вам невыносимо было видеть их вместе Ведь вы одиноки У вас даже друзей нет Зо, я говорю о близких друзьях И так длится уже много лет Чушь! Микромужчина встал, отряхнул с брюк виртуальную пыль Зо, не пытайтесь лгать мне Я знаю вас лучше, чем все семь ваших последних мужей вместе взятых Кстати, Жучок с ними слезался Они охотно поведали ему все подробности Заранна привстала в кресле Что? Что ты сделал? Жучок был прекрасным следователем, отозвался Николас Он расспросил ваших бывших друзей, работодателей, любовников и даже врагов Заранна расстегнула пояс, чтобы добраться до пульта управления сервом Что вы делаете? Поинтересовался Николас Заранне пришлось снять пояс, иначе надписи под кнопками было не прочесть Хотите, отключайте, заявил Николас Но имейте в виду Я вас знаю Заранна щелкнула выключателем и голограмма исчезла Затем отвинтила крышку нужного отсека Выдрала махонькую размером с пуговицу мнемоплату Зажала двумя пальцами Раз ты меня так хорошо знаешь Сказала она, сдавив плату и чуть ли не задыхаясь от гнева Плата согнулась, едва не разломившись надвое Итак Заранна сидела обложенная кислопахнущими подушками На глубине сорока этажей под землей И в припадке ярости убивала машину Ей пришло в голову, что возможно у Дженерал Гениус большое будущее И надо покупать их акции Положив плату на ладонь, она разгладила ее Жалкий безобидный квадратик Но при взгляде на него у Заранны вновь начинали дрожать руки Давненько она не встречала никого и ничего, что вгоняло бы ее в дрожь Заранна осторожно вставила плату назад И завинтила крышку Если теперь пояс все-таки заработает Это будет чудо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова